18 июля исполняется 90 лет со дня образования Государственного пожарного надзора в России. В свой профессиональный праздник сотрудники группы профилактики продолжают проверку образовательных учреждений города. Это не только школы и детские сады. И выходных дней здесь быть не может. Перед началом учебного года нужно убедиться в том, что безопасность обеспечена на должном уровне. Сегодня сотрудники контролирующей структуры побывали в детском саду Мальвина. Слово Екатерине Орел. Детский сад Мальвина уникален не только своим высокопрофессиональным коллективом, но и готовностью к любым проверкам. Специалисты МЧС здесь встречают с радушием. Не только в честь его профессионального праздника, а потому что бояться нечего. Репишите ли у вас еще год, да? Да. Безопасность детей – объединяющая цель и учреждения, и надзора. Каждую комнату проверяют индивидуально, распыляя спрей. Осматривают пути эвакуации и световые указатели. Безопасность превыше всего. Мы проводим учебу с коллективом. Мы проводим один раз в квартал всегда эвакуацию детей. И у нас ребята, хоть их тут 300 человечков, но они четко знают, что надо делать, когда услышали сигнал пожарной тревоги. Они быстро в раздевалочку все одеваются, и быстро у каждого со второго этажа есть лестница. На первых этажах свои выходы, каждый выбегает на улицу. Это вот уже как 100%. Наличие и состояние противопожарного инвентаря, система оповещения, от бдительного взора проверяющего не ускользнет ни один нюанс. Евгений Рыбалкин в государственных органах с 2003 года. Службой в праздничные дни его не удивишь. В любое время, в любом месте Евгений Владимирович – должностное лицо. Мы все-таки органы государственного пожарного надзора, которые праздник, не праздник, все время находятся в стадии боевой готовности, так сказать. Поэтому праздник будет отмечен в коллективе, в кругу семьи, может быть, вечером. А днем мы все время на работе и вне зависимости от праздника осуществляем свою государственную функцию. В дошкольном учреждении установлены противопожарные двери. Все оборудование в порядке. Персонал обучен. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. В городе 54 объекта, которые необходимо проконтролировать сотрудникам государственного надзора до начала учебного года. Это и детские сады, и общеобразовательные школы. И самый лучший подарок для сотрудников МЧС и в праздничный день, и без повода – это безопасность населения. Екатерина Орел, Юрий Зенов, служба новостей «Импульс». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!